величайшая революция физики совпало с началом 20 века законы электромагнетизма максвелла неожиданно забастовали противоречие между опытом и практикой были разрешены немецким физиком максом планком который предположил что атомы испускают электромагнитную энергию не непрерывно а отдельными квантами энергия каждой порции прямо пропорционально частоте излучения света коэффициент пропорциональности получил название постоянной планка после открытия планка начала развиваться самые современные и глубокая физическая теория квантовая теория поведение всех микрочастиц подчиняется квантовым законам но впервые квантовые свойства материи были обнаружены именно при исследовании излучения и поглощения света в развитии представления о природе света важный шаг был сделан в опытах герца и тщательно исследован русским физиком александром григорьевичем столетовым явление вырывание электронов из вещества под действием света называется внешним фотоэлектрическим эффектом если осветить светом электрической дуги положительно заряженную цинковую пластинку установленную на электрометре то отклонение стрелки электрометра не изменится но если пластину зарядить отрицательно то световой пучок разряжает электрометр очень быстро это объясняется тем что свет вырывает электроны с поверхности пластины если пластина заряжена отрицательно электроны отталкиваются от нее и электрометр разряжается если пластина заряжена положительно то электроны вырванные светом притягиваются к пластине и снова оседают на ней на рисунке изображена схема опытов столетова электрическая цепь состояла из источника и двух электродов катода к которым являлась цинковая пластина и анода а роль которого выполняла медная сетка источник ультрафиолетового излучения с освещает катод через сетку при этом в цепи возникает фото ток которые регистрируются гальванометром если же цинковая пластина соединялась с положительным полюсом батареи b то есть являлась анодом то ток в цепи отсутствовал как показывает опыт если увеличивать напряжение между электродами не меняя при этом интенсивность света то сила тока в цепи возрастает однако при некотором напряжении ток достигает своего максимального значения и далее остается неизменным это значение тока называется током насыщения сто летов выяснил фото ток насыщения следовательно число вырываемых светом фотоэлектронов прямо пропорционален падающему световому потоку как показали опыты фото ток в цепи возможен даже при отсутствии источника это объясняется тем что электроны выбитые светом из цинковой пластины могут иметь скорость достаточную для того чтобы достичь сетки то есть замкнуть цепь если изменить полярность батареи то сила тока вследствие торможения электронов в электрическом поле будет уменьшаться и при некотором напряжении обратной полярности станет равны нулю это напряжение называется задерживающим напряжением как показали последующие измерения максимальная кинетическая энергия фотоэлектронов линейно возрастает при увеличении частоты падающего света и не зависит от его интенсивности меняя частоту падающего излучения сто летов обнаруживает что при некоторой минимальной частоте фото ток исчезает объяснение фотоэффекта было дано в 1905 году альбертом энштейном развившим идеи планка о прерывистом испускании света в законах фотоэффекта сформулированных на основании экспериментов энштейн увидел убедительное доказательство того что свет имеет прерывистую структуру излученная порция световой энергии сохраняет свою индивидуальность и в дальнейшем поглотиться может только вся порция целиком согласно энштейну энергия порции света идет на совершение работы выхода и на сообщение электрону кинетической энергии полученные равенства называют уравнением энштейна для фотоэффекты работа выхода это минимальная энергия которую надо сообщить электрону чтобы он покинул металл для каждого вещества фотоэффект наблюдается лишь в том случае если частота света ню больше некоторого минимального значения ведь чтобы вырвать электрон из металла даже без сообщения ему кинетической энергии нужно совершить работу выхода поэтому энергия кванта должна быть больше работы выхода предельную частоту ню минимальная и предельную длину волны лямбда максимальная называют красной границей фотоэффекта для каждого вещества существует максимальная длина волны при которой фотоэффект не наблюдается при больших длинных волн фотоэффекта нет мы рассмотрели явление внешнего фотоэффекта помимо этого явления наблюдается внутренний фотоэффект в диэлектриках и полупроводниках который заключается в том что при поглощении света увеличивается их проводимость в этом месте в данном случае